Я являюсь координатором ряда общественных организаций, которые высказывают свою позицию, свое мнение, а также мнение многих харьковчан по поводу событий, которые происходят в стране. Первое, требования людей сводятся к двум вопросам. Это референдум по поводу федерализации Украины и второе, это признание русского языка государственным. К сожалению, мы слышим на заседаниях Верховной Рады, когда некоторые народные депутаты говорят о том, что в Харькове нет людей, которые хотели бы, чтобы Харьков был федеративной единицей в Украине. Якобы в Харькове нет людей, которые хотят говорить на русском языке. Это, конечно, ложь, и мы будем добиваться, и я призываю всех харьковчан добиваться своих прав. Каким образом это нужно сделать? Способ единственный. Если нас будет собираться 3-4 тысячи, это будет очень маленькая группа, и с ней не будет считаться. Когда на площади свободы будет 75-100 тысяч человек, тогда наш голос будет непременно услышан. Я повестки не получал. Меня вызывают по телефону. Я, если такая форма, по закону можно пригласить. Меня уже допрашивали в качестве свидетеля. Возбуждено дело по статье 110, часть первая. По существу это, так сказать, сепаратистские действия якобы. Но, так сказать, там есть и часть вторая, и часть третья. Сегодня меня снова вызывают. Опять же, как они говорят, для уточнения вопросов или расширения вопросов, которые задавали мне в предыдущий раз. Я буду приходить сюда. Я не собираюсь убегать. Я буду отстаивать свою точку зрения. Она абсолютно законна в соответствии с действующей Конституцией. Каждый человек имеет право иметь точку зрения. В том числе и я, как гражданин, как человек. Вам никаких обвинений не предъявлено? Нет, пока не предъявлено. Никаких обвинений вызывают в качестве свидетеля. Но вы понимаете, что все это может быть по-разному. Сегодня это одна форма, завтра это совершенно другая. Но я считаю, это одна из форм давления на активистов. То есть заставить активистов, людей, которые борются за права населения, проживающие на Юго-Востоке, замолчать, закрыть рот. Я вам хочу сказать, что я еще, помимо всего прочего, занимаюсь бизнесом. Ну, назову это словом, может, профессионально. На меня наехала, значит, санэпидстанция. Налоговая оштрафовала уже на 30 тысяч. Предъявлены иски в суде по различным вопросам. Вообще это возникло одновременно. Я считаю, что это результат деятельности, так сказать, вот именно всех правоохранительных органов для того, чтобы закрыть рот активистам. Вопрос о том, чтобы прекратить отношения с Российской Федерацией, то в первую очередь пострадает город Харьков. Масалова, в общем-то, поддерживаю. Вот как гражданин Масалова и те идеи, которые он выдвигал, поддерживаю. Более того, я с ним ходил к губернатору. Да, то есть мы, это наши общие идеи. А то, чего пришел сейчас на митинг, для того, чтобы был проведен референдум, чтобы, в конце концов, наверное, все пришли уже к этому, что федерализация единственное спасение целостной Украины. Что сама Украина существовать сможет только, если будет на основе федеративного устройства, которое есть в Штатах, в Федеративной Республике Германии, в Канаде, в Швейцарии. То есть единственная возможность сохранить целостность Украины – это федеративное устройство. Еще раз все вместе. Референдум! 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 В квинтэссенции всех наших сборов и митингов, то, что мы недовольны этой власти, потому что она нелегитимна. Каким образом они заняли власть, то мы не просвещены, нам интересно просто. Любопытно, но мы считаем, что это преступно, страшно и для нас это очень опасно. Мы хотим, мы поэтому собираемся вместе, чтобы как-то выразить свой протест. Мы за то, чтобы была старая власть или новая, мы не знаем, какая была власть? Причем легитимную. Да, легитимную, которая была власть. Потом есть выборы, по-моему. Потом есть решения Европы, да, вот они приезжали, они там какую-то подписывали... Подписывали что-то. Соглашение, да, вот. На этом раз они так уже решили, пусть соглашение соблюдают. А потом уже будем смотреть, какая будет власть. Ну, данная власть, она опасна для жизни людей, так как они пришли преступным путем, сопровождаясь убийствами. Параша! Победа будет наша! Параша! Победа будет наша! Добрый день! Добрый день! В канцелярию мы это... Нет, это через канцелярию понятно, но мы хотели с ним переговорить. Буквально на 10 минут, если я переговорил. А как вы приедете? Ну, давайте мы запишем вас в Сипериалите, он приедет, он в канцелярию мы приехал. Ну, хорошо. Я все за ним перезаю. Да, спасибо. Олег, проводи. Россия! 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 Референдум! Референдум!